Всем тихой ночи. Хаб от дела антимеметики это один из самых популярных сборников текстов по SCP. Его даже в виде отдельной книжки печатают, потому что антимеметику вполне можно воспринимать как настоящее полноценное произведение. Пора бы разобраться что к чему. Начинается хаб с серии рассказов под названием нет никакого отдела антимеметики. Название первого рассказа в нем нам нужно обсудить 55-й стало уже своеобразным мемом. В этом рассказе показана небольшая сцена того как восьмой советник из Совета О5 вместе со своим помощником Клеем вызывает к себе некую Мэриан Уиллер. Советник не помнит кто она такая и что делает в фонде SCP и логично подозревает ее в том что она шпион. Мэриан сообщает что она глава отдела антимеметики, задача которого хранить объекты стирающие информацию о себе. Чтобы сохранить память о встрече с такими объектами нужно принимать особые таблетки унестики. Советник как оказывается такие тоже принимал, но по какой-то причине пропустил прием препарата, а потому и забыл о целом отделе содержащем такие объекты. А еще он забыл о том что у него никогда не было помощника. И нечто что представляется помощником Клеем по всей видимости и подстроил все так чтобы советник не принял таблетки вовремя. Мэриан убивает Клея, а затем говорит что неплохо бы провести вскрытие этого существа, а то уж очень оно похоже на человека. При этом она предполагает что Клей не имел изначально материальной природы, а был материализовавшимся комплексом идей. Второй рассказ нам показывает нападение антимеметического существа на человека. Призрачный силуэт по имени Алластер Грей преследует ученого SCP Кима, который только недавно попал в фонд. Чем ближе монстр подбирается к человеку, тем больше тот забывает. Более того забывают и о нем. В какой-то момент окружающие вообще перестали замечать само существование нового сотрудника фонда. Однако Ким находит слабое место существа, а именно то, что его можно бить носителями информации. И забивает странную фигурку связкой жестких дисков. После этого подвига Кима берут в отдел антимеметики. Однако в первый же день память возвращается к нему и он вспоминает, что на самом деле проработал в этом месте уже целые десяток лет. Такая вот атмосфера легкого безумия и тяжелой амнезии царит тут. В третьем рассказе умирающий от старости основатель отдела антимеметики Марнас рассказывает, что в SCP отдел появился в 1976 году. Но появился он как-то странно. Фонд сразу же приобрел множество антимеметических объектов, изобрел мнестики, препараты для восстановления искаженной ими памяти. Это кажется Мэриан подозрительным и она накачивает деда теми самыми мнестиками. Отчего он вспоминает, что до фонда SCP существовал еще и другой отдел антимеметики, созданный правительством США. В дофондовские времена они занимались созданием антимеметического оружия. Такого, которое не просто может разрушить, например, город, но и стереть о нем всякие воспоминания. По ходу разработки таких технологий создатели оружия внезапно обнаружили, что буквально окружены скрытыми явлениями и существами, которые стирают воспоминания о себе. В SCP таких объектов, кстати, действительно много, более двух сотен. Все вроде бы шло хорошо, скрытый мир понемногу поддавался человеку, но в один прекрасный день Марнас и его люди открыли, что существует антимеметический монстр, который фактически поработил человечество. Видимо, заметив, что его раскрыли, этот монстр расправился с предыдущим отделом антимеметики. Выжить сумели только те, кто каким-то образом смог забыть о его существовании. Когда Марнас все это вспоминает, непонятно откуда появляются лапки, похожие на паучьи, и убивают человека. Перед смертью Марнас упомянул некое устройство, находящееся в 41-й зоне, которое могло бы помочь человечеству победить. Мэрион едет туда со своим помощником Кимом, и там находит большую комнату 10 на 15 метров. Это SCP-3125, и на момент прибытия Мэрион это была камера содержания, построенной непонятно кем и зачем. С одной очень странной особенностью. На выходе из нее память человека стирается таким образом, что зашедший внутрь и вышедший обратно не может запомнить, что видел внутри. Мэрион оставляет Кима стоять снаружи, а сама заходит в камеру. Она видит множество исписанных бумаг и ноутбуков, записанными на них видео. В одном из этих ноутбуков она находит видео послание от себя самого из прошлого, где она объясняет себе из будущего, что эта комната это единственное место, куда не дотягивается тот антимиметический монстр, который поглотил все человечество, и который является истинным SCP-3125. Только внутри этой комнаты можно размышлять о том, чем на самом деле является монстр, потому что если вынести это знание за пределы комнаты, чудовище моментально настигнет носителя этой информации и уничтожит. Как убила до этого основателя отдела антимеметики Марноса? Похоже, что в прошлом Мэрион несколько раз придумывала какой-то план борьбы, но каждый раз отступала. Но в этот раз она настроена крайне решительно. Она выходит из камеры, приняв смертельную дозу мнестиков, и таким образом обходит процедуру стирания памяти. Конечно же, сразу поработивший человечеству монстр замечает её, и на женщину набрасывается резко потерявший разум и фактически ставший зомби помощник Ким. Ловкой Мэрион удается убежать от зомбированного, и теперь она несется куда-то вглубь зоны. Спустившись на лифте на самое дно 41-й зоны, она находит целый бункер, находясь внутри которого можно не бояться воздействия SCP-3125. От зомбированных он, впрочем, не особенно-то помогает. Проходит немного времени, и Ким с кучей таких же обезумевших сотрудников базы прорывается внутрь. За это время Мэрион смогла только лишь запустить антимеметическую бомбу, которая стерла зону 41 и весь этот небольшой прорыв SCP-3125 из реальности. Во всяком случае, из этой. Был ли какой-то смысл в этом героическом поступке, не ясно. Первая серия рассказов заканчивается тем, что огромная меметическая сущность, пришедшая из-за границ нашей реальности, полностью захватывает всех людей. А последний, сбежавший порабощения, человек погибает, так ничего особенного и не добившись. Кстати, само это существо, поработившее человечество, это именно та штука, которой поклоняются адепты Пятой Церкви. Она же впервые показана в SCP-1425. Вторая серия рассказов про антимеметику перемещается куда-то в прошлое. Там некий Адам Уиллер увидел странное явление, которое, казалось бы, больше никто не замечал. Монстра, состоящего из оторванных пальцев, обитающего в соседнем от местной больнице здании. Увидев такую хрень, Адам позвонил в полицию. И, конечно же, на место приехал агент фонда SCP, а именно Мэриан, будущая жена Адама. Романтика их продлилась недолго, потому что Мэриан занималась содержанием той сущности по имени Аластер Грей, которая ещё питается воспоминаниями, и которая потом забьёт жёсткими дисками помощник Ким. Работа с этой штукой не прошла для неё бесследно, и существо в итоге выяло все воспоминания о браке, и Мэриан вообще забыла, что у неё есть муж. А вот Адам её не забыл, и начал следить за Мэриан, и благодаря своему природному таланту противостоять антимеметике и видеть скрытое, тоже втянулся в борьбу с поглощающим мир монстром. В какой-то момент он также осознал, что с миром вокруг что-то не то, и после того, как он познал сущность враждебного и намирного разума, его жизнь стала похожа на зомби-апокалипсис. Все люди вокруг него сразу сходят с ума и набрасываются, желая его разорвать. Какое-то время он боролся, прятался в лесах и шёл, так сказать, своей дорогой ярости по умирающему миру, но его разум постепенно затуманивался, и он в итоге потерял связь с реальностью. Его тело присоединилось к толпам зомбированных, но его разум не сдался. У себя в воображении Адам продолжил свои путешествия, и как-то раз даже встретился с давно умершей Мэриан, в месте, которое сама Мэриан назвала Адам. Ад этот хоть и был, по сути, плодом игры воображения Адама, который не желал принимать свою участь в качестве зомбированного, но имел некую связь с внешним миром, а точнее, с ноосферой. Внутри своего этого мирка у Адама был телефон, и однажды он зазвонил. На другом конце трубки женский голос рассказал, что нужно найти человека по имени Бертоламью Хьюз, того самого, который спроектировал камеру содержания CP3125, куда не может забраться вездесущий мозгаед. Поэтому телефона с Адамом разговаривали не голоса из его головы, а находящиеся в ноосфере сотрудники фонда, те самые, которые описаны в SCP-2111. Да, у фонда SCP свои люди есть даже в ноосфере. Это МОК Омега-0, про которых тоже есть небольшая серия рассказов. Когда SCP-3125 убил почти всех сотрудников SCP в мире, эти ребята приняли погибших у себя. Но среди поступивших к ним всё ещё не было того самого знаменитого создателя, непроницаемый для монстра камеры содержания, из чего в ноосферном SCP решили, что такой человек всё ещё жив. Этим ноосферным агентам SCP удаётся вернуть Адама в его обычное тело. А также они попутно снабжают его инструкциями о том, как найти выпавшую из реальности 41-ю зону и попасть внутрь. Из мира своего воображения Адам Уиллер возвращается в суровую реальность и идёт через опустевший мир, избегая встреч с толпами потерявших человеческий облик зомбированных. Впрочем, они по какой-то причине его и не особенно беспокоят. Они слишком заняты поклонением чему-то, что называлось саркофагами, и появилось теперь повсеместно. После нескольких месяцев путешествия Адам достигает 41-й зоны. Учреждение фонда наполовину разрушено и совершенно безлюдно. Адам посещает камеру содержания SCP-3125, находит место в смерти Мэриан и узнаёт, что принцесса в другом замке, человек, которого он ищет, находится в зоне 167. Ещё несколько месяцев путешествий через безумный постапокалипсис, и Адам находит огромный комплекс, похожий на нефтеперерабатывающий завод. Это и есть зона 167. В нём он встречает гигантское устройство, внутри которого лежит колоссального размера организм. Оказалось, организм этот, это и есть доктор Хьюз. Поначалу он строил какую-то машину против антимиметического монстра, но потом, поняв, что машина бесполезна, решил сам стать такой машиной. При помощи разных аномалий он преобразовал своё тело в огромных размеров мозг с щупальцами, для того, чтобы осознать, чем является SCP-3125 и уничтожить его. Этот монстр схватил своим щупальцем Адама и перенёс его разом из его хилого человеческого тела внутрь себя. Там, в образе человека, Хьюз рассказывает Адаму, что за многие месяцы размышлений этот мегамозг придумал только одну идею, что победу может одержать только Мэриан Уиллер. Хьюз использует романтические воспоминания, извлечённые из памяти Адама, чтобы придать сил ноосферному следу Мэриан, отчего тот превращается в подобие ангела. SCP-3125 тоже в основном существует в ноосфере, а значит, между ним и усиленный Мэриан на стероидах происходит эпическая битва, в результате которой Мэриан, конечно же, побеждает злодея и изгоняет существо из человеческой реальности. В конце истории чудом переживший всё это восьмой советник, тот самый, который был в первом рассказе, размышляет о том, как оно всё хорошо сложилось. Очередной мир SCP пережил конец света и теперь восстанавливается из руин. Такова основная история хаба антимеметики. И, наверное, нельзя сказать, что это всё. Ведь на сайте SCP есть действительно огромное количество объектов с антимеметическими свойствами. Даже не знаю, будет ли когда-то о них видео на этом канале. Всем пока!